здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я предлагаю вам связать вот такой вот красивый берет рельефными столбиками вот так он выглядит сверху вот так он выглядит снизу он очень красивый теплый здесь есть резиночка навязана один к одному очень эластичная и прежде чем мы приступим к вязанию мы поговорим о том как же сделать правильные расчеты чтобы мы могли вязать берет на разный размер головы это состоит из двух окружностей это внешняя окружность донышко нашего берета и внутренняя окружность которая равна окружности головы на которой мы вяжем берет примеру у нас берет на окружность головы 56 сантиметров для того чтобы узнать каким же должен быть диаметр внутреннего круга мы берем окружность нашей головы 56 сантиметров делим ее на 3,14 число пи и получаем 17,8 округляем до 18 сантиметров то есть у нас диаметр внутреннего круга должен быть 18 сантиметров для того чтобы узнать каким же должен быть диаметр внешнего круга а он у нас должен быть больше мы берем наш диаметр внутреннего круга и умножаем на 1,5 таким образом мы получаем 27 сантиметров нас диаметр нашего внешнего круга донышко нашего берета будет 27 сантиметров если же у вас другой размер то не переживайте данный берет вяжется одинаково для всех размеров роль играет только именно окружность внутренняя и внешняя сам принцип вязания остается таким же данный берет я вязал на окружность головы 47 сантиметров диаметр внутреннего круга у меня составляет 15 сантиметров диаметр внешнего круга у меня 22,5 но я вязал 23 сантиметра немножечко округлил вязал я крючком номером 4 пряжу использовал полушерсть для данного крючка расход пряжи для вязания берета рельефными столбиками будет немножечко больше на них расходуются пряжи больше чем на обычные столбики примеру на такую берет у меня ушло примерно 370 метров пряжи берите во внимание то что если мы с вами вязали классический берет столбиками без накида и на 56 размер хватило одного мотка 210 метров даже немножечко осталось то здесь примерно уйдет в два раза больше пряжи вязание данного берета мы начнем со скользящей петли берем нашу ниточку обворачиваем ее вокруг пальцев вот таким вот образом крючок вводим под первую ниточку вторую ниточку захватываем достаем и делаем первую петлю подъема теперь колечко можно с пальцев убрать вторую петлю подъема и третью петлю подъема выполнили 3 петельки подъема теперь в колечко нужно провязать 11 столбиков с одним накидом делаем накид на крючок вводим крючок колечко и провязываем первый столбик теперь второй столбик третий набрали в кольцо 11 столбиков с одним накидом теперь за краюшек нити аккуратненько наше колечко затягиваем так чтобы по центру не было дырочки затянули и третью петельку подъема 1 2 3 выполняем соединительный столбик выполнили делаем 3 воздушные петли 1 2 3 всего у нас в колечке получилось с вами 12 столбиков 11 мы связали и петельки подъема нам заменили 12 второй ряд мы будем с вами вязать уже рельефные столбики а именно рельефные лицевые теперь каждый столбик нам нужно будет провязать с вами по два столбика лицевых чтобы связать рельефный лицевой столбик мы делаем накид на крючок вводим крючок за столбиком вот таким вот образом ввели крючок скажем так выдвинув столбик вперед захватили ниточку достали и провязали обычный столбик с лицевой столбик также мы сюда провяжем и второй рельефный столбик лицевой и так мы провяжем с вами в каждый столбик таким образом увеличив наше количество петель в два раза делаем накид на крючок и за второй столбик вводим крючок вот так вот выглядит с этой стороны и вот так с этой захватываем нить и провязываем рельефный лицевой столбик первый и второй и так провяжем с вами весь второй ряд подошли к концу второго ряда провязали одиннадцатый столбик два рельефных лицевых столбика и вот у нас здесь идет с 3 петельки подъема которые нам заменяли первый столбик с накидом в него мы также провяжем два рельефных лицевых столбика 1 и 2 в конце ряда мы не будем выполнять соединительный столбик как мы обычно это делаем 3 петельку подъема а выполним петельку над первым столбиком делаем 3 петли подъема 1 2 3 третий ряд мы уже будем добавлять рельефные изнаночные столбики вот у нас с вами здесь два столбика который мы провязали предыдущем ряду за первый столбик мы провяжем с вами один изнаночный столбик а во второй столбик два лицевых чтобы провязать изнаночный рельефный столбик мы делаем накид на крючок если лицевой мы вязали вводили крючок за столбиком то изнаночный нам нужно вести крючок перед столбиком. Вот таким вот образом. Вводим крючок, отодвигая наш столбик назад. Захватываем ниточку, достаем и провязываем столбик с одним накидом рельефный изнаночный. Далее, в наш лицевой столбик провязываем два столбика. Первый, второй. Дальше у нас снова идут два столбика. В первый мы провяжем один изнаночный столбик. Делаем накид на крючок. Вводим крючок вот таким вот образом перед столбиком, отодвинув его назад. Захватили ниточку, достаем и провязываем столбик. Вторую петель, второй столбик провязываем два рельефных лицевых. И так провяжем с вами весь третий ряд. Снова за этот столбик один изнаночный, в этот столбик два лицевых. Подошли к концу ряда. Вот у нас осталось провязать два рельефных лицевых столбика. Мы в первый провязываем один изнаночный рельефный столбик, а во второй провяжем два лицевых. Первый и второй. Затем мы также выполним соединительный столбик, не в третью петельку подъема, а в первый наш столбик. Набираем три воздушные петли подъема. Начиная с четвертого ряда, мы наши прибавочки будем вязать уже не в лицевых столбиках рельефных, а в изнаночных. За наш рельефный изнаночный столбик мы провяжем два изнаночных столбика. Первый. И также вводим крючок, отодвигая его назад, провязываем второй изнаночный столбик. В лицевых мы менять ничего не будем. Под первым столбиком провяжем один и под вторым тоже один лицевой столбик. Таким образом, у нас здесь количество петель увеличилось, а здесь осталось неизменным. Также будем вязать и дальше. За рельефный изнаночный столбик мы провяжем с вами два изнаночных столбика. Первый. И провязываем второй. А лицевые оставляем такими как и есть. Над этим столбиком один столбик, над вторым столбиком также один столбик. Так прибавляем по одному столбику, но уже теперь изнаночному. И так вяжем весь ряд до конца. В конце ряда мы также выполняем соединительный столбик в первый столбик. Не в третью петельку подъема, а именно в первый столбик. Так мы будем заканчивать с вами каждый ряд. Выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И дальше мы будем с вами вязать прибавки вот таким вот образом. Там где у нас идут два изнаночных рельефных столбика. Первый столбик мы провязываем один столбик. Вводим крючок, провязываем один столбик. Там где у нас идет второй, мы провяжем два столбика. Выполняем первый. И сюда же провяжем второй столбик. Затем у нас идут два лицевых, мы их оставляем неизменными. Под каждый столбик провязываем один столбик. Здесь у нас будет один лицевой. И здесь один лицевой столбик. Вот таким вот образом. Мы теперь будем в наших вот этих секторах перед каждыми лицевыми столбиками в последний провязывать два столбика. Последний изнаночный. Здесь у нас идут также два изнаночных столбика. Мы в первый провязываем один столбик. Во второй провязываем два. Вводим крючок, отодвигаем его назад и провязываем в него два рельефных столбика. Первый и второй. Дальше вяжем по одному лицевому. И так мы провяжем весь ряд до конца. Будем прибавлять в последний изнаночный столбик два столбика. Провязывать. То есть по одному столбику будем добавлять. У нас было два, три. Следующий ряд тут будет уже четыре столбика в каждом секторе. В конце ряда также выполняем соединительный столбик над петелькой первого столбика нашего четвертого ряда. Делаем три петли подъема. И дальше вязание будет у нас повторяться. Так же как четвертый ряд мы будем вязать с вами все последующие ряды. Прибавляем по одному изнаночному столбику перед лицевыми столбиками. Вот мы здесь провяжем первый столбик. Один будет столбик изнаночный. Второй столбик тоже один. А вот в третий провяжем два изнаночных столбика. Здесь у нас будет рисунок идти неизменным. Также по одному лицевому. Пока не получим круг нужного нам размера. После того как мы связали с вами круг нужного нам размера, мы будем выполнять подъем. Подъем вязать не сложно, поскольку мы будем провязывать сейчас ряды без всяких прибавлений. То есть там где у нас будут идти изнаночные столбики, мы провязываем изнаночные. Где лицевые? Провязываем лицевые без всяких прибавлений. За каждый столбик, вот у нас идет первый изнаночный. Провязываем один изнаночный. Второй изнаночный, также провязываем один изнаночный над вторым. Над третьим также будет один изнаночный. И так и над каждым. вот у нас будут такие ряды без прибавлений мы будем вязать так как у нас есть заранее отметим начало вязания нашего подъема маркером чтобы было удобнее измерить поскольку наш подъем нужно будет связать примерно размером 3 с половиной 4 сантиметра он должен быть и так с вами провяжем наш подъем вот я провязал подъем нашего берета провязал я буквально ряда 4 если померить то это как раз 3 с половиной сантиметра по большому счету количество рядов не имеет значения главное чтобы сам подъем был высотой от трех с половиной до четырех сантиметров после того как мы связали наш подъем выполнили 3 воздушные петли подъема и сейчас мы приступим к формированию внутреннего круга будем вязать с вами ряды с убавками провязываем 1 рельефный столбик так как он и есть рельефный 2 также затем 3 тоже 1 изнаночный столбик 4 5 6 столбик также 1 7 8 столбик а вот последние два вот у нас здесь остались два изнаночных столбика и два лицевых вот мы вот эти вот два последние изнаночные столбики провяжем как один делаем накид на крючок вводим крючок перед столбиками сразу захватываем два столбика и провязываем один столбик с накидом вот так изнаночный рельефный столбик дальше вяжем как и есть два лицевых столбика 1 и второй затем мы также провяжем с вами по одному столбику изнаночному в каждый изнаночный столбик но последние два перед лицевыми столбиками объединим в один и так будем вязать с вами все ряды в каждом ряду убавлять по одному столбику провязываем последние два столбики вместе и так мы свяжем пока диаметр внутреннего круга не будет нужного нам размера провязывая наши убавочки постепенно видно что формируется внутренний круг беретта и вот не осталось провязать последний ряд с убавками чтобы получить диаметр внутреннего круга нужного размера но провяжу я последний раз убавками немножко по-другому чем мы вязали убавки с вами предыдущих рядах если мы раньше вязали с вами у бабочки последних двух столбиков изнаночных мы их провязывали с вами вместе то сейчас мы будем провязывать вот таким вот образом провязываем все петельки так как провязывали до этого вот мы подошли к нашим двум изнаночным столбиком которые мы раньше вот таким вот образом объединяли в одну в один столбик но сейчас мы выполним их немножко по-другому тут провяжем так же как есть по одному изнаночному столбику а вот наши лицевые столбики провяжем как один вводим крючок по два лицевых столбика и провязываем один лицевой столбик таким образом мы плавно с вами перейдем к вязанию наши резинки и дальше будем вязать также все изнаночные столбики провяжем одинаково а два лицевых столбика соединим в один и так весь ряд до конца провязали последний ряд с убавками получили диаметр внутреннего круга нужного нам размера напомню что диаметр внутреннего круга у меня 15 сантиметров вот если мы сейчас приложим от края до края и померяем наш диаметр то увидим что он составляет ровно 15 сантиметров и сейчас мы приступим к вязанию резинки резинка вяжется несложно мы сейчас будем с вами вязать резинку один к одному череда чередуя 1 рельефный изнаночный столбик 1 и рельефный лицевой столбик вот таким вот образом вяжем 1 рельефный изнаночный столбик и 1 лицевой столбик затем снова 1 изнаночный столбик и 1 лицевой столбик дальше 1 изнаночный столбик и 1 лицевой столбик и так с вами будем вязать полностью весь ряд 1 2 ряд пока не свяжем резинку нужного нам размера то есть нужная нам длины среднем это примерно 45 сантиметров единственный момент сейчас мы провяжем с вами два ряда вот таким вот образом не меняя крючок а затем лучше взять крючок размером поменьше чтобы наша резиночка выглядела аккуратней и было более эластичной и лучше прилегала голове вот я довязал резиночку довязал я уже крючком номером 35 чтобы она была более аккуратная в конце мы также выполнили соединительный столбик первый столбик ряда петельку делаем еще одну воздушную петлю ниточку можно вытянуть побольше хорошенько затянули и отрезаем затем мы нашу нитку выводим на изнаночную сторону и прячем аккуратненько под петельки после того как мы так более-менее за спрятали с вами нить мы затем берем вводим вот таким вот образом в петельку также захватываем нить провязываем вот так вот и и затягиваем делаю узелок и лишнее можно уже отрезать и вот наш с вами берет готов вот так вот он выглядит с этой стороны вот наша резиночка я провязал резиночку 4 сантиметра мне показалось то достаточно вот вот так вот он выглядит с этой стороны маркер кстати можно уже убрать вот так вот вот такой вот красивый берет у нас получился с таким вот красивым узором если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео пишите комментарии спасибо за внимание до новых встреч